Хозяева на шашлыке, а воришки на охоту. За имуществом шашлычников. В майские праздники квартиры пустеют и манят непрошенных гостей. Можно ли полностью обезопасить свой дом и как гвардейцы ловят таких преступников? Разбирался Максим Шевченко. В момент, когда у большинства россиян выходные, у бойцов Росгвардии горячая пора. Пустые квартиры и частные дома, хорошие приманки для вора. Всё больше людей, зная это, оборудуют жильё сигнализацией. За работой датчиков следят операторы этого центра. Они есть в каждом районе столицы. Здесь контролируют происходящее в Новой Москве. Общий сигнал тревоги. Как принял? Принял, работаем. Такие сеансы связи у бригад порой бывают несколько раз в день. Только в Троицком и Новомосковском округах под охраной Росгвардии больше полутора тысяч квартир и домов. Для того, чтобы прибыть туда, откуда пришёл сигнал тревоги, экипажам требуется примерно пять минут. Это время считается стандартом, независимо от удалённости места вызова. В этот раз датчики сработали в одном из коттеджных посёлков. Примерно в получасе езды от Московской кольцевой автодороги. Вероятнее всего, в дом пробрался неизвестный. Задача оперативной группы выяснить, ложная ли тревога. В пути бойцы рассказывают. Во время праздников и сезона отпусков, который уже стартовал, домошники традиционно активизируются. Разный контингент, бывают люди ранее судимые. Кто-то наркоманы, бывает, ищут для того, чтобы что-то своровать, продать. По прибытии на адрес оперативники выясняют, срабатывание оказалось случайным. И явление это нередкое. Часто снять дом с сигнализации забывают хозяева. К ложной тревоге иногда приводит и некорректный монтаж датчиков. Неправильный выбор девайсов или неверное размещение. И техника примет завора даже любимого питомца. Есть датчики, которые защитят животных. До 20 килограмм, в принципе, на животное на одно срабатывать не будет. Вот. Ну, например, если у человека имеется там несколько кошечек, то устанавливается периметральная охрана, которая на движении датчики срабатывать не будет. Защитить дом и квартиру от лишнего внимания можно не только сигнализацией. К примеру, оборудовать окна блокираторами створок. Смонтировать их можно вручную за несколько минут. Закрыли. Защёлкнулись. Всё. Дверь уже открыть нельзя. Бытует мнение, что воры стороной обходят двери, над которыми висит видеокамера. Ещё один гаджет – невидимый глазу инфракрасный замок. Он управляется брелком и тоже, вероятно, введёт в заблуждение неопытного злоумышленника. Бросать жильё на авось во время отъезда в любом случае не стоит. За 10 дней в одном только юго-западном округе столицы работы у росгвардейцев было немало. В праздничные дни с 1 мая произошло 186 вызовов группы задержаний по объектным квартирам. С них 8 задержанных по попытке кражи. Опираясь на статистику, юристы рекомендуют в любом случае не отказываться и от страхования квартиры. А на время затяжного отпуска по возможности и вовсе вынести всё ценное самому. Золотые украшения, может быть, шубы и, естественно, более мелкие вещи отнести в банк, поместить в ячейку специальную банковскую. Однако эксперты приходят к выводу, что эффективнее сигнализации с тревожной кнопкой, похоже, пока ничего не придумали. По опубликованным данным с 2020 года, ни одной кражи из охраняемых домов и коттеджей сотрудники Росгвардии Патинао состоятся не далее. Максим Шевченко, Ксения Климина, Олег Иванов. Вести. Дежурная часть.